Использование саморассасывающих гемостатических средств как метод местного гемостаза. Итак, все виды местного гемостаза условно можно поделить на две группы. Это специфические и не специфические. Специфические – это тот вид гемостаза, который активирует биохимические реакции, проходящие при свертывании крови. То есть действует на коагуляцию путем активации биохимических реакций. А не специфические гемостатические средства – это те, кто напрямую не активирует систему свертывания крови. То есть не активирует коагуляцию. Однако за счет своих физико-химических свойств способствует процессу тромбообразования. То есть специфические влияют на коагуляцию, не специфические – не влияют на коагуляцию, только кое-как на тромбообразование. Кто-то может сказать, что это одно и то же, но пускай говорит. Форма местных гемостатиков – это либо губка, либо порошок, либо пластина, либо пена. Отдельной группой идут препараты типа тахокомб. Они применяются в экстренной хирургии и позволяют за 5 минут обеспечить гемостаз, например, при травмах селезенки или травмах печени. Ну или почек. Любой паранхематозный орган, губка тахокомб, может закоагулировать, загемостазить. Гемостазить – это некрасивое слово, но давайте его все-таки чуть-чуть будем использовать. Также все местные гемостазики можно подразделить на химические свойства. Можно применить, поделить по химическому составу. Например, препараты на основе желатина. Это спонжостан, серджи-фом или жель-фом. Выпускает в виде губок, пластов, порошка. Данные препараты представляют собой гранулят, который перед применением нужно смешать с раствором тромбина и кальция до консистенции вязкого геля. Если мы будем говорить про отечественные разработки, то в военно-медицинской академии Кирова используют плазма-желатиновую композицию, которую называют губка гемосепс, тоже на основе желатина. Все препараты на основе желатина нельзя использовать непосредственно в крупных ранах, так как они могут препятствовать заживлению рану, а также нельзя использовать в просвете крупных сосудов из-за риска эмболизации. Их минусом также является малая эффективность для остановки пульсирующего артериального кровотечения. При больших скоплениях крови, когда источник кровотечения четко не выявлен, они также малоэффективны. Применяют их для остановки капиллярных и паранхематозных кровотечений в условиях стационара. Препараты факторов свертывания крови. Сюда относят тромбин, фибриновую губку, сухую плазму, фибриновую пену и фибриновый порошок. Помимо гемостатического действия, они способствуют заживлению ран, стимулируют регенеративные процессы. Сюда мы можем отнести такие препараты, как кисоколкит, драйфибриндсиланд, драйфибриндсиланд дрессинг, DFSD, а также серосил. Препараты на основе полисахаридов. Это производные поли-Н-ацетилглюкозамины, хитозана и крахмала, и окисленные циррозы. Я их ни разу не видел. Механизм действия производных поли-Н-ацетилглюкозаминов является как специфическим, так и не специфическим. То есть они могут влиять сразу на коагуляционную систему и на тромбообразование. На данном слайде представлен порядок действий при использовании гемостатиков местного действия. То есть сначала обязательно очищаем раму, затем вскрываем пакет, засыпаем порошок к месту источника. Поверх этого порошка накладываем повязку, затем осуществляем ручную компрессию 5-7 минут. Если не эффективен, повторяем. Далее накладываем давящую повязку, затем при повреждении крупных сосудов выполняем транспортную иммобилизацию. Дальше накладываем провизованный жгут выше раны, не затягивая его, эвакуируем пострадавшего. При возобновлении кровотечения вновь применяем жгут. Гемостатические повязки. Это определенный тканный материал, на который нанесены кровоостанавливающие гранулы или порошок. Их можно применять как наружно, так и внутрь раны, например, для тампанады раны. В настоящее время обычные рулонные бинты заменяются на бинт, сложенный гармошкой. Так называемый Z-Fold бинт. Упаковки, которые имеют плоскую форму, более удобны для хранения и наложения на раны. Гемостатические губки. Основные свойства данной губки Это то, что она приготовлена из натуральной плазмы крови человека и тромбопластины. Гемостатические свойства обусловлены наличием в ней компонентов крови. Это тромбин, тромбопластин, фибрин и другие. А также способность механически закупоривать мелкие сосуды. Показание к применению при кровотечении. Это опять же капиллярные и паранхематозные кровотечения. Терапевтические дозы применяются только местно на кровоточечей ткани. Побочных эффектов у данных губок нет. Противоказания нельзя применять на крупные сосуды. Губка гемостатическая коллагеновая. Желатиновая. Не надо было больше слайдов сделать про эластетическую букву. Значит, обсудили. Желатиновая. Основные фарм-свойства. Это препарат получается из специально обработанной желатины. Содержит фурацилин. То есть, есть некоторый вид антисептики. Оставленная ткань губка полностью рассасывается в течение 4-6 недель. Показания применения. Это остановка капиллярных и паранхематозных кровотечений. Кровотечения из костей, мышц, паранхематозных органов и мелких сосудов во время хироперации. Применяется только место на кровоточащей ткани. Для остановки кровотечения из крупных сосудов препарат не применяют. Противопоказаний нет. Хранится в сухом месте. Губка гемостатическая. Оксицел. Продукт специальной обработки целлюлоза. При контакте с кровью образует плотную массу, легко прилипающую к кровоточащей поверхности. Через 24-48 часов он приобретает желатинопродобный вид и легко снимается с поверхности ткани. Оставленный в ткани препарат рассасывается. Показания к применению это кручение из капилляров, мелких артерий и вен во время хироперации. Накладывают на кровоточащую поверхность в сухом виде, в форме ленточки или пластинки. Изменения в тканях по типу реакции на инородное тело бывают. При другой компонаде носовой полости возможны некрозы слизистой оболочки и перфорация носовой перегородки. При попадании в просвет кишечника или уретры может вызвать их сужение. Достаточно опасная рубка. Кровоточение из крупных сосудов, операции в области ретельного нерва, зрительного нерва. Препарат он следует применять для топонады костей при их переломах и операции на костях в связи с тем, что он нарушает процесс регенерации кожной ткани и может способствовать вызваниванию. Достаточно агрессивный аппарат. И, сколько я помню, последний вид гемостатика, который мы сегодня обсудим, это кровоостанавливающие средства местного деятельства в виде аппликатора. Они предназначены для доставки средств непосредственно к источнику кровотечения, как показано на картинке. Внутри аппликатора размещен кровоостанавливающий порошок или гранул. Ну, собственно, ничего интересного. Но я, правда, такое ни разу не видел. Собственно говоря, спасибо за внимание. На этом данная лекция завершена.